Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Да, он снимал не так много, но каждый его фильм становился событием, и Орсон Уэллс прикладывал к этому усилия не только как режиссер или актер, но и как просто мастер самопиара, самораскрутки. Начать с того, что все, даже те, кто не интересуется кино, знают имя Орсона Уэллса, потому что это именно он в Америке устроил радиотрансляцию по машине времени, по войне миров Герберта Уэллса, которую многие американцы приняли за чистую монету, перепугались и устроили такой маленький небольшой хаос. И после этого карьера Орсона Уэллса очень быстро пошла вверх, во многом за счет формальных нововведений в кино, которые часто объясняются, ну сейчас, по крайней мере, объясняются тем, что человек просто не знал, как надо снимать кино. Придумывал на ходу, и многие его идеи потом пригодились, особенно тем режиссерам, которые снимали малобюджетное кино. То есть Орсон Уэллс, он, с одной стороны, вроде бы входил в элиту голливудскую, ну к тому же он был женат на самой в то время знаменитой кинозвезде Рите Хейворд, а с другой стороны, покровитель Архауса. То есть он всем угодил. Я хочу сказать, что Рита Хейворд, ее портрет как раз висел на стене в фильме «Побег из Шаушенка». Да, да, да. Ну вот, пожалуйста, «Побег из Шаушенка», который считается среди зрителей лучшим фильмом всех времен, с сайта МНДБ проголосовал. Вот там как раз та Рита Хейворд, мужем которой был Орсон Уэллс. Но надо сказать, что сейчас его наследие пересматривают. И раньше вот «Гражданин Кейн» считался лучшим фильмом всех времен и народов. Все время он то отнимал «Пальму» первенство у броненосца Потемкина, то уступал. Но в последнее время говорят о том, что да, с формальной точки зрения, конечно, все это эффектно, все это здорово сделано. Но фильм не так глубок, как может показаться. Стали анализировать. Два года назад, наконец, смогли домонтировать фильм «Другая сторона ветра» Орсона Уэллса, который он бросил недоснятым. Думали, что это будет шедевр. Ну вот как-то очень тихо прошла премьера, скорее люди недоумевали. И постепенно сейчас его миф о Борсоне Уэллсе постепенно исчезает, я бы сказал. Но он в этом плане успел такую самокритику провести незадолго до смерти. У него есть фильм «Ф как фальшивка», где он напрямую, сам появляясь в кадре, говорит о том, что, ну поймите, кино – это тоже обман. И это очень похоже на подделки в живописи. И вообще я фокусник, я люблю показывать фокусы. И это главное, чем я хотел в этой жизни заниматься. Так что на теоретическом уровне тоже сейчас спорю, что Андре Базен просто неправильно его понял, да, искал единомышленников для своего такого реалистического кино. И совсем не то понял в Орсоне Уэллсе, что он делал там с глубинной перспективой. Так что что там будет дальше сказать трудно, но заодно можно ручаться. Орсоне Уэллс, как бы не оценивали его режиссерские дарования, он очень яркая личность сам по себе, очень харизматичная. Поэтому сейчас он становится скорее героем фильмов. Был фильм «Орсон и я», очень интересный. Был небольшой фрагмент про худшего режиссера всех временных народов, Эд Вуд, которого сыграл Джонни Депп у Тима Бертонова. Там ключевая встреча лучшего режиссера всех времен с худшим, с Орсоном Уэллсом и так далее. То есть я думаю, что мы еще не раз столкнемся с этим мифом, да, и с Орсоном Уэллсом как с персонажем. Но мне вот было интересно отметить момент. Его гражданин Кейн соперничает с броненосом Потемкиным. А ведь оба фильма, эти два великих режиссера, Эйзенштейн и Орсоном Уэллс, сняли в достаточно молодом возрасте. Им, если я не ошибаюсь, было по 25 лет, когда эти шедевры появились. Да-да-да, да, именно так. Но Сергей Эйзенштейн, когда он брался за режиссуру, у него уже был опыт театральный у Мирхольда. А Орсоном Уэллс, он в театре тоже успел поработать, но он работал с классическим репертуаром, с Шекспиром. И, кстати, сказать, вот если что-то не оспаривают, так это фильм Орсона Уэллса по Шекспиру «Отелло». Да, вот там действительно его, вот этот метод, он пригодился. И мне кажется, он сильно повлиял на того же Козинцева, да, вот минимальными средствами добиться экспрессивной картинки. И есть фильм, как Орсона Уэллс снимал «Гражданина Кейна», РКО, и как это там цифры, 281 или еще как-то так он назывался, Селивом Шрайбера. Вот он играет Орсона Уэллса. Кому интересно, можете посмотреть, как это все делалось. Да, но интересно, что он ведь и был и актером, и сценаристом. То есть вот как Чаплин, например, такая очень разносторонняя, разноплановая личность, который снимался и в фильмах других режиссеров? Отчасти да, но Чаплин, он все-таки универсал больше, потому что Чаплин еще и музыку писал, и музыку действительно хорошую. И Чаплин выезжал за счет пластики, за счет психологизма. У Орсона Уэллса не такой большой репертуар, поэтому сейчас его, например, ругают за чрезмерное использование грима. Вот гражданин Кейн, он там показывает своего героя и молодым, и старым, да, вот этот старческий грим. И видно, что он перебарщивает с гримом. Ну, а если вам интересен Чаплин, то тоже интересная деталь. У Чаплина, сам Чаплин уже после войны хвалился своим фильмом «Месье Верду», который многие отвергли из-за его чрезмерной мрачности, из-за слишком черного юмора, потому что это про маньяка-убийцу, который убивал несчастных вдов. А идея в основе фильма «Месье Верду» – идея как раз Орсона Уэллса. Причём Орсона Уэллс сначала вроде бы хотел снять Чаплина в главной роли, а Чаплин сказал, выкупил сценарий и сказал, что нет, он не снимается в фильмах других режиссёров, он сам себе режиссёр. Ну и правильно сделал, потому что у него был Бастер Киттон перед глазами опыт, как человек проиграл всё, будучи звездой, но не будучи режиссёром, вот он потерял всё влияние в Гориуде. Ну и удивительная всё-таки судьба Орсона Уэллса в том, что последние 20 лет жизни всё-таки какая-то такая достаточно зияющая яма, то есть у него настолько яркое было начало карьеры, и после 50 лет практически не было никаких известных картин. С одной стороны, да, с другой. Он постоянно снимался, его приглашали то ли для того, чтобы набрать денег для серьёзного фильма, да, такие халтурки. Он всё время появлялся в кадрах, может быть, в небольших ролях, но всё равно эти фильмы так или иначе входили в историю кино, там, скажем, «Казино Рояль», можно по-разному относиться к этому фильму. Да, но мы имеем в виду старый фильм «Казино Рояль», не тот. Да, 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 не с Дэнниом Крейг. Но всё-таки, во-первых, это всё-таки про Джеймса Бонда, во-вторых, там столько актёров, и Вуди Аллен, и Бельмандо, кого хотите. Вот, ну и кроме того, он раздавал интервью, и как мастер самопиара и саморекламы, это самодостаточный жанр, читать интервью Орсона Уэллса, огромное удовольствие. Он, конечно, там врёт напропалую, но он так это здорово делает, что очень интересно всё это читать. По-моему, в Советском Союзе выходила книга Уэллса Буэллса. Да, да, это были отрывочки из самых разных источников, постарались люди. А есть вот сквозные книги, где один интервьер берёт просто, несколько интервью с ним устраивает. Ну да, у нас была Орсона Уэллса, об Орсоне Уэллсе. Очень хорошая вещь. Ну и поскольку вот у нас так время уже бежит очень быстро, хотелось перейти уже к следующей теме – военное кино. Я думаю, что многие знают, хорошо знают, помнят советские фильмы о кино. Российское сейчас активно снимается, очень много фильмов выходит, фильмов, сериалов. Есть голливудская, достаточно большая, о Второй мировой войне такая, ну, пласт, кинопласт. Но вот европейское кино может быть менее известно. О войне, о военном кино, вот об этом, может быть, хотелось сегодня тоже поговорить и вспомнить некоторые знаковые фильмы. Да, в Европе о войне снимают много, и чем отличается европейское кино о войне от советского или от американского – это всё-таки не взгляд победителей. А если это и победители, то это победители, которые понимают, что в их победе что-то не совсем так, что не они внесли главный вклад. И поэтому европейское кино – это всегда способ посмотреть на войну с какого-то необычного ракурса. И мне это очень интересно. Почему? Потому что я, как ребёнок, который рос в советские времена, смотрел очень много советских фильмов о войне. И вот этот тон, что ты обязательно должен чтить память о войне, что это что-то священное, что это обязательно что-то тяжёлое. Либо это приключенческая партизана, да, белорус фильм, либо то, к чему нужно всегда с трепетом с каким-то относиться. Это выдавливание из тебя какого-то чувства стыда, чувства неполноценности, чувство, что ты обязан, что это твой долг. Вот это мне в советском кино не нравилось. А Европа, она как раз пытается заинтересовать какими-то добрыми способами. Например, вот из последних фильмов, которые мне показались интересными, Ну, это 21 век, уже 20 лет прошло, но всё равно примерно такой период. Австрийский фильм, Стефана Ружевицкий, фальшивомонетчики. Если кто-то не видел, если очень коротко объяснить, вот все там носятся с фильмом список Шиндлера, да, о том, что вот какой Шиндлер молодец. Он помогал евреям избежать газовых камер, потому что устраивал их на своё производство. А теперь представьте, что Шиндлера самого посадили в концлагерь и заставили наладить производство внутри концлагеря. Это ещё такое, которое будет подрывать экономику союзников. Это вот совершенно безвыходная ситуация. В этой ситуации оказывается фальшивомонетчик, настоящий фальшивомонетчик. Это фильм основан на реальных событиях, которого сажают в концлагерь и говорят, «Слушай, вот мы хотим подорвать британскую экономику, ты умеешь делать фунты стерлинги, вот, пожалуйста, или мы тебя расстреляем, или мы тебя там в камере сгнаем, или давай налаживай здесь быстрое производство фунтов стерлинга». И, с одной стороны, он как бандит, он как ловкач, он старается выбить как можно больше привилегий себе внутри концлагеря. С другой стороны, он понимает, что он может помочь людям, но те люди, которым он симпатизирует, они не разделяют его взглядов. Там есть и коммунисты, там есть и геи, у которых совершенно они не хотят работать на нацистский режим принципиально и готовы саботировать это производство. То есть огромный клубок проблем, иногда они кажутся смешными, иногда это очень страшно. Но это очень необычный взгляд на войну, да, вы представляете? Наладить производство фальшивых фунтов стерлингов, которые в реальности потом не могли отличить самые строгие комиссии. Это очень интересное кино. Американцев, кстати, чтобы совсем не ругать, вот буквально в прошлом году вышел сериал «Уловка-22». Есть фильм 70-го или 71-го, вот его смотреть не стоит, потому что это студия Canon, которая всегда считала, их продюсеры, что как можно больше секса нужно запихнуть в фильм. И тем самым они провалили многие хорошие артхаусные проекты. А вот «Уловка-22», во-первых, это книга по книге очевидца, человек, который сам воевал, военный лётчик Джозеф Хэля. И он поэтому описывает без героизма. Он описывает эту войну как мясорубку, из которой нужно как можно быстрее сбежать. И как он пытается обмануть медкомиссии, а медкомиссии пытаются обмануть его. Это и смешно, это и забавно, это и очень глубоко, потому что видно, как прямо во время войны уже завязываются совершенно новые связи между США и Германией. Как бизнес переходит на какие-то послевоенные рельсы. Откуда вот берутся как грибы так быстро, да? «Миллионеры», которые в ФРГ появятся в 50-е годы. Это и поучительный фильм, и весёлый, и при этом серьёзный, но вот без вот этого сурового, да, такого хмурого серьёзного. Потому что человек сам воевал, и ему не нужно лишний раз говорить, что это свято, что это не прикасайтесь своими грязными руками и прочее, прочее. Из британского кино, если ещё есть время, я бы посоветовал потрясающий фильм «Их звёздный час». Почему его? Много шума было по поводу Дюнкерка Кристофера Нолана, потому что Нолан – это автор Бэтменов, это человек, который на слуху. А вот очень скромный фильм на ту же тему, на тему Дюнкерка, но в совершенно неожиданном ракурсе, в ракурсе пропаганды. Там молодая девушка, которая мечтает стать сценаристкой, мечтает снимать кино, по-моему, и она понимает, что во время войны вот это единственный её звёздный час, когда она может как-то себя проявить, потому что, ну, нету кадров, не хватает. И ей, к сожалению, её заставляют производить пропагандистское кино, которым нету ни капли души. Ну, вот просто нужно гнать вот такие стандартные клишированные образы героев, подвиги, ну, как в советские времена бывали такие фильмы. И она вдруг понимает, что всё, что там рассказывали про Дюнкерк, что всё было совсем не так. Дело там и не в героизме, и там очень много смешного, ну, такого бытового. И она пытается вдохнуть вот в эту фальшивую историю капельку жизни, хотя понимая, что рассказать всю правду ей всё равно не разрешат. И вот несмотря на обилие лжи, обилие фантазии, всё равно этот фильм имеет кассовый успех. То есть это парадоксальный, весёлый, глубокий и интересный фильм как раз не только о войне, но и о том, как война сама себя репрезентирует, показывает, как мы потребляем образ войны и прочее, прочее. Кстати, режиссёр датчанка Лана Шерфик, которая была когда-то соратницей Нарса фон Трира. У Трира тоже необычный фильм о войне есть. Ну, прям буквально после военные годы. Это Европа, когда американец приезжает, чтобы помочь Германии восстановиться. Очень непривычно для Трира, потому что мы привыкли, что Трира шокирует и трясёт камерой. Такие неряшливые фильмы. А Европа, вот он как раз очень детально выстроенный, сделанный как раз во многом под влиянием Орсона Уэллса. Вот такой перфекционизм. Поэтому его стоит посмотреть. Из британцев, ну, конечно, «Король говорит», многие назовут, опять же, тоже необычный ракурс. То есть вроде бы и про войну, а с другой стороны, вот просто человек преодолевает какой-то свой внутренний комплекс. То есть у каждого своя война. Игра в имитацию, опять же. Бенедикт Камбербатч играет Алана Тьюринга, который изобрёл способ, каким можно сломать код «Энигму». Из-за чего можно было чётко узнать про все немецкие подводные лодки и таким образом спасти британский флот. А это главное, на что британцы могли опираться. Для нас это вроде бы побочная история. Но надо понимать, что это тоже очень серьёзный вклад в победу и очень серьёзный вклад вообще в то, как стали развиваться и вооружения, и вообще вся наша мирная жизнь. Вот мы сейчас общаемся, внутри наших телефонов та же машинка Тьюринга, только не бумага используется, а проводки. Но принцип, сам принцип, как это должно работать, это изобретение Тьюринга. Правда, конечно, в фильме «Игра в имитацию» Тьюринг изображён Камбербатчем, как по лекалам Шерлока, высокоэффективный социопат. А у Тьюринга таким не был. Но всё равно хотя бы привлечь внимание и заинтересовать людей этот фильм может. Но вот я, кстати, хочу вспомнить самый яркий, мне казалось, вот такой эпизод из этого фильма, когда им удаётся, взломав код, увидеть, что подводные лодки немецкие должны напасть на конвой. И у них моральная дилемма. То есть если они сейчас спасут этот конвой, немцы могут заподозрить, что шифр взломан. И таким образом они потеряют дальше возможность осторожно влиять на ход событий. И вот эта моральная дилемма, что сделать? Вот они могут вроде бы спасти людей, но сейчас они вынуждены принести их в жертву для того, чтобы дальше использовать вот эту... То есть в фильме очень много таких нестандартных каких-то моральных дилемм, перед которыми оказываются герои. Да-да, и можно сразу сказать, что эта дилемма не разрешена до сих пор. На русский язык недавно была переведена книжка «Убили бы вы толстяка». Это вот как раз сугубо философский, холодный взгляд на эту проблему. И, в общем-то, выводов до сих пор нет. То есть они стояли перед очень серьёзной проблемой. Если говорить о том, что логик должен был найти выход, то это не так. До сих пор логики над этой дилеммой бьются. Но мне вот хотелось ещё отметить, что в европейском ведь кино была удивительная тоже линия, где война была показана через глазами одного человека и драмы одного человека. Это, например, «Старое ружьё» вот с Филиппом Нуаре и Роми Шнайдер. И здесь весь ужас нацизма показан как раз-таки в трагедии одной семьи уничтоженной. И, в принципе, доктор, который объявляет свою личную войну как месть, но, с другой стороны, вот это его противостояние с гитлеровцами, которые уничтожили его семью, это, в принципе, такая очень яркая, действительно антифашистская история, но где это сделано без каких-то пафосных вещей, а вот скорее вот через затрагивание души человека. Да-да, ну вот французы как раз в этом плане очень много сделали, в частности Луи Маль, как раз, кстати, один из любимых режиссёров Тарантино, который работает человек совершенно другого склада. У Луи Мали был скандальный фильм «Лаком плюс йен», тоже по имени мальчика, да, парень, который перешёл на сторону нацистов, и поэтому фильм стал скандальным, считали, что он оправдывает коллаборационистов. А у Луи Мали была идея другая, показать, что прежде чем осуждать, вы почувствуете, как тонкая эта грань, что вы сами не заметите, на какой стороне, да, в каком лагере вы окажетесь, что это настолько тонко, да, этот настолько неожиданный, да, какой-то момент, настолько это плавно переходит. В фильме «Конформист» Бертолуччо похожая тема. У Луи Мали, кстати, есть ещё «Затухающий огонёк», там про войну вроде бы ничего совсем, просто вот герой ходит по такому Париже и задумывает о самоубийстве, но в основе этого фильма книга Дрио Ля Рушеля, который вот как раз перешёл на сторону фашистов, но сознательно. И когда после войны его за его талант, за его книги пытались спасти даже Андре Малеро и, по-моему, Жан-Поль Сартер за него вступался, он сознательно отказался куда-то бежать, он считал, что он заслуживает наказания. И, ну, такая достаточно трагическая, необычная судьба. Вот Луи Мали интересовали такие люди, да, неоднозначные. Но есть у него и вполне чёткий фильм, как раз вот любимый Тарантино «До свидания, дети», это, по-моему, 86-й год, незадолго до смерти. Он и у нас в прокате шёл. Кстати, вот если про Латвию говорить, я не знаю, но это всё-таки советское кино, но оно очень уж не советское. Я помню детские свои впечатления. Был фильм «И капли росы на рассвете». Я не помню режиссёра, актёра там тоже, по-моему, не было каких-то знаменитых. Но вот это подростки, это ребята, которые оказались в оккупированной Латвии, и кто-то из них пошёл по пути сотрудничества с нацистами, кто-то вступил в подпольные организации. Но страшно за всех. И, ну, может быть, просто я ребёнка смотрел. Но вот это очень страшный фильм про войну, хотя там почти ничего такого жуткого не происходит. Но вот ощущение, что бежать тебе некуда. Ты можешь взять велосипед, уехать куда-то в лес, но это маленький лес. Тебя всё равно поймают. Ты можешь отсидеться в какой-то избушке, но это крошечная территория. Тебе всё равно никуда не деться. Ты вот замкнут в этом процессе. Это глаустрофобия от этого фильма, по-моему, перевешивает всё, что я видел. О войне. Да, но ведь... Если есть время, мы можем ещё продолжать. Да, конечно, конечно. Можем вспомнить классические фильмы, да? Там польские у Анжела Вайды и «Пепел алмаз», и поздний фильм «Корчик» про учителя, который, вы знаете, пошёл в... Газовую камеру. Да, с детьми. Но опять же, он снят без пафоса. То есть это фильм не о подвиге учителя, это фильм о том, как медленно общество скатывается к бесчеловечным законам. Как потихонечку, по чуть-чуть, по капельке вот в этом гетто меняются, меняются, меняются законы до совсем каких-то жутких. Или Анджей Жулавский, который сейчас знаменит вас с такими сюрреалистическими фильмами с эротическим подтекстом, как «Муж Софи Марсова», он известен. Но начинал он... Был у него фильм «Третья часть ночи» на основе биографии его отца. Это очень необычный фильм о войне. Начиная с того, что человек там зарабатывает тем, что кормит каких-то вшейз за специально чем-то заражённых и получает за это деньги. И впадают какие-то галлюцинаторные состояния то ли от голода, то ли от того, что его напичкали какими-то таблетками, то ли он от насекомых там чем-то заразился. Но это очень необычно. И опять же, это очень индивидуальный взгляд на войну. У Эльжи Менцеля, Чехия, «Поезда под пристальным наблюдением». Но это фильм классический, я думаю, его знают. Из недавних, кстати, вот Канада о том Игаян очень необычно решил проблему или тему мести в фильме «Помнить». Если достанете где-то, посмотрите. Потому что Игаян, он всю жизнь старается «Самые болезненные темы», вот придумать им какой-то очень нетипичный ракурс. И вот «Впомнить» 2015 год или 2016, он изобрёл очень неожиданный, очень необычный фильм о том, как мстят. Вот как раз уже в наше время, там из дома престарелых человек сбегает, чтобы отыскать нацистского преступника и ему отомстить. Ну, кстати, тема популярная сейчас же «Охотники за нацистами» сериал «Сальпачино», который ругали и за излишнюю жестокость, и за, в принципе, ну даже за такую профанацию темы, потому что считали, что он слишком поверхностный и не раскрывающий вот саму тему. Да, это так, я тут согласен. И что могу сказать? Не нужно вот так задрав штаны бежать за Тарантино. У Тарантино были бесславные ублюдки, где Гитлера сжигают в кинотеатре, и это вызывает какой-то такой катарсис. Но это не значит, что теперь в эти игрушки может играть кто попало. А у нас в постсоветском пространстве, на это накладывается еще такой мотив, или не мотив, а прием. Был у Василия Шукшина фильм «Странные люди». Ну, мы Шукшина знаем, он же и снимался в «Они сражались за Родину», один из таких вот знаменитых, человечных как раз его в войне. У Шукшина «Странные люди» там фильм из трех фрагментов небольших, и вот серединный фрагмент про егеря, который водят вот экскурсии там на охоту на уток, а потом, когда люди уже вымокли, настрелялись, вот сидят у костра и перекусывают, он всем рассказывает одну и ту же байку, как он чуть не пристрелил Гитлера. И вот все сидят и слушают, и понятно, что это байки, понятно, что это вранье, но этого егеря играет Евгений Лебедев, и он его играет так, что когда вот он говорит, что, ребята, я промазал, у меня был шанс закончить войну, и я промазал, и вот он с такой слезой это говорит, и в этот момент, ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы ему не поверить, то есть это полное вранье, но вот слезы-то у него настоящие, да, вот эта боль, что он мог, но он этого не сделал, и вот это чувство его ответственности, это намного сильнее, чем попытка отыграть, сжечь Гитлера, снять там скальпс нацистов, то, что практикует Тарантино, и те, кто идут ему во след. Но ведь в Европе, Европа — это не только страны-победители, условно говоря, Франция, Англия, пострадавшие, там, Польша, Чехия, но это и сама Германия, Италия. Вот как эта тема раскрывалась, может быть, в этих странах, в кинематографе этих стран? Ну вот чем интересно европейское кино ещё, тем, что они стараются проследить корни, откуда это всё взялось. Поэтому для них часто бывает так, что от Первой мировой войны ко Второй проходит такой прямой мостик, переход. Если говорить о таких теоретических фильмах, глубоких, наверное, самый знаменитый, но и самый необычный — это фильм Зиберберга «Гитлер», фильм из Германии, он, по-моему, 4 или 5 часов длится. Но я думаю, сейчас его можно найти, если постараться. А из наиболее известных с немецкой стороны людей, которые переосмысляли фашизм и старались объяснить, что, в общем-то, он никуда не делся, это Райнер Вернер Фассбиндер, его знаменитая трилогия «Лили Марлен», «Замужество Марии Браун» и «Тоска Вероники Фосс». Но там их нужно смотреть очень внимательно, потому что мы вроде видим историю певички, которая становится наркоманкой после войны, но надо следить за деталями, почему в ее окружении оказывается негр, так как откуда негр взялся в послевоенной Германии, каким боком он там взялся, почему среди наркоманов, которые записаны к тому же врачу, какие-то старички с номерами концлагеря на руках, в это надо влезать, в это надо вникать, но его фильмы, фильмы Фассбиндера, очень глубокие, интересные. Были попытки решить с помощью притчи, вот как жестяной барабан Шлендерфа, но мне это не очень близко, потому что в притчу очень легко, в притчевом языке легко впасть в какие-то банальности. Из итальянцев, ну, был, я уже говорил, конформист Бертолуччо, Десико в 70-м году снял тоже любопытный фильм «Сад финцы Кантини». Вообще итальянцы, они, с одной стороны, показывали жизнь низов, пролетариев, и это неореализм, к которому не было места фашизм, потому что считалось, что пролетарии, они все, конечно, жертвы. Поэтому интересные фильмы про элиту, про итальянскую элиту, которая была на стороне фашистов. Например, Дзурлини снял фильм «Безжалостное лето» с Тринтиньяном, где Тринтиньян играет вот такого вот, ну, тоже конформиста, только этот фильм до конформиста был сделан, очень эстетский, очень берет за живое о том, как человек действительно запутался, вообще не понял, что с ним произошло. Ну, вот так же, как и герои фильма «Сады фенцы Кантиньи». Еще они шли за солдатами, это тоже фильм «Дзурлини», но этот фильм, по-моему, был в советском прокате, поэтому, может быть, его знают лучше, то есть о женщинах, которые обслуживали солдат. Вадим... Но в целом... Да-да. Да, просто на самом деле вот мы настолько увлеклись, и действительно, эта тема такая очень и очень большая, что час, на самом деле, закончился, и я большое спасибо говорю Вадим Агапов сегодня был в нашей программе «Синема», и мы так не успели поговорить, может быть, еще поговорим о борьбе кино и всевозможных стриминговых сервисов, это просто уже отдельная какая-то будет тема для разговора. Спасибо большое, Вадим, и до новых встреч. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...